всем привет дорогие друзья все еще 1 выпуск номер три вот я три показываю меня зовут шамиль гаджиев а это роман вагин мы его вернули с пенсии все таки решили пензы а ты зал 3 а 3 вот 3 такие не знаю жесты начинается давай давай в общем мы вернули романа я уже об этом жалею но тем не менее роман как дела а ты знаешь пришло время подвести итоги года я сможет человек знающий помнящий еще тот узкий лачи я бы поменял местами слова еще помнишь уже валерий не помнишь и еще помнишь и поэтому подведем итоги года сегодня специально для вас фнл первая лига год был очень многогранным в количестве информации можете запутаться но мы не позволим вам это сделать опять же те кто сейчас вдруг что там у себя на компьютерах гаджет телефонов пытается исправить не делайте этого да он футболки алании вообще не вижу в этом ничего такого преступного алания вообще где молодец аланью водой святой водой покрапить экран да ну что наша первая рубрика все как обычно мы начинаем у нас есть куча рубрик редакторы все подготовили оцени название рубрики да вообще великолепного детства слава богу ты пришел так называемая наша первая рубрика итак друзья рубрика слава богу ты пришел здесь мы будем сегодня говорить про команды которые что называется слава богу пришли иначе бы у нас рубрика так логично не называлась три команды рубин уфа и арсенал команды которые можно так сказать с ноги вот так вот влетели ну кстати вот я знаю что у руководства рпц были вопросы по рубрики рпц или рпл здесь надо не перепутать да очень важно да я был сейчас мы можем на статейку на вас рубин рубин счет подсказу что надо быть аккуратнее да могут в принципе закрыть шоу не бойтесь не бойся редакторы не бойся кто получает деньги все будет хорошо убин это круто смотри стадион чемпионата мира в первой лиге леонид викторович слуцкий в первой лиге джоэль фамие снова в первой самый-то главный вопрос ты это говоришь искренне или по бумажке я это говорю искренне или вот тут прочитал тебе нет нет я говорю это мне вот нужно прорубить я считаю что фнл сильно приобрело например с участием в этом чемпионате уфы какое-то прямо это явление большое почему шамиль газизов один из самых скандальных менеджеров футбольных в россии человек который говорит я у спартака отсужу столько денег как это влияет до атмосфера в том числе что это дает чемпионату добавил добавляет какой-то вес медийности добавляет да вспомни первый тур в матче уфы и рубинов во всей телеге которые наоборот вызывают зависть у людей обычных зависть потрясывания толстыми суммами хорошо то есть приход тульского арсенала тебя тоже арсенал арсенал это хорошая команда крепкая с хорошим крепким тренером который тоже пока не в полной мере себя проявляет нет в принципе чемпионат первой лиги мне кажется хорош говорит о том что рубин уфа и арсенал это какое-то мега явление вот так раздувать это опять же твоя позиция у меня несколько другая у нас на следующий что ну просто так ты заткнись главное вот так вот так вот так говорит правда смотри я все считаю что это мега явление потому что мы эти команды привыкли все-таки в премьер-лиге здесь они пришли все сразу начали говорить ухты рубин в первой или уфа в первой уфа вообще сейчас непонятно доживет не доживет будет какая-то новая команда только что ты говоришь уфа какой же классный крутой клуб проект а теперь чтобы не знаю доживет нужны такие команды и не нужны в принципе которые приходят и дышат наладом да ка подожди да рубин да рубин да приобретели людей которые могли играть в премьер-лиге тот же фамие это круто это раздувание подожди ром то есть тебя не прикалывает ситуация когда команда которая полгода назад играла в премьер-лиге боролась за стыки а потом выходит и говорит а мы вообще не знаем как мы доживем и сразу куча вопросов не прикалывает не прикалывает это как раз и говорит о том что наш футбол во многом это дышащий наладан проект в вопросе когда большие команды с большими именами вдруг без чьей-либо поддержки оказывается никому не нужны это не серьезный финансовый бизнес в том числе в первую очередь как бы особенно сейчас когда проблемы такие огромные у всех надо уметь работать с молодежью составами своими без легионеров а когда уехали ой что же делать мы больше не снимаем музыкальные клипы угаду надо но это другой вопрос вот уфа сейчас и хочет молодежи поработать гуманом а это одно дело работать молодежи другое говорит что мы не готовы мы снимаемся ай-яй-яй вот этой плаксы нам не нужны а команды которые готовы биться бороться развивать почему милости просим у нас есть целый гость который расскажет нам про одну из пришедших в первую лигу команд это не просто кто-нибудь это полузащитник футбольного клуба рубин молодое его дарование руслан безруков к нам подключается сюда здрасте вот интересный момент все же думают что отпуск руслан сейчас будет стоять в рубашке в бермудах в шляпе солнце пляж бутылка воды взял немного воды опилы и спать где ты сейчас находишься я сейчас просто я сам из ростова вот вернуться домой вот так вот скромно явно не мальдивы 3 патриотично да на самом деле специально оделся сейчас на сейшелах и стоит там в свит и в делает вид что он отдыхает в россии да руслан а вот на самом деле человек которого многие в его семье знают как шамиля сказал что ты молодое дарование а тебе самому такая оценка приятно льстит или считаю что ты больше чем молодое дарование ты уже рафаэль ляо да нет я считаю что я вообще на самом деле не слышал про это вот у меня всегда была своя задача и я ее придерживаюсь что я еще пока никто я никто можно сказать так и есть как себя заявлять и как становиться лучше вот поэтому то это вот подожди 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 кто почему-то что когда я не понимаю почему так скромно руслан играет в рубине руслан работал со слуцким руслан забивает в этом сезоне здорово играет почему никто руслан отбрось эту скромность скажи я крутой мощный чувак который выйдет в рпл с рубином елки-палки отбрось эту скромность и переведи мне ее лучше на карту мир вот когда буду играть это или чемпионов тогда можно будет что-то говорить а пока я знаю что вариант есть вот сейчас только что сообщили что дешам хочет тебя заявить на решающие матчи плей-офф чемпионата мира это может еще успею я тоже слышал минут позвонили сказать уже оделся чтобы вылетать нормально в катаре свежо скажи пожалуйста все таки у тебя год был состоящий из трех команд скоростов нефтехимик рубин вот ты встречал год тигра начала первые дни января чего загадывал на новый год чего хотел думал ли что так все вообще сбудется у тебя каждый год реально желаю одно загадываю желание это там связано с футболом что-то вот сыграть там на максимум или что-то не знаю чтобы удачный сезон получился но этот год достаточно был удачный значит желание можно сказать выполнилось у меня сразу исходя из этого тогда вопрос многие люди всегда интересуются как так загадывать желание чтобы сбылось руслан давай твой лайфхак как ты что-то поджигал баннер поджога да бросил в шампанское выпил пепел то есть как так загадать желание чтобы сбылось вот по-моему я что такое дело только без шампанского что в рубине что внутри происходит и как твои впечатления как ты сам говоришь я никто но вот ты в рубине и расскажи как это честно это непередаваемые эмоции вообще я вас первых дней когда он попал рубин сразу чувствуется и другой уровень партнеров и другой уровень даже условий в целом вот я прям очень рад этому факту что я перешел рубин вот и можно сказать новый вызов принял для себя вот можешь сейчас в нашем эфире все еще первое все еще самое самое сказать что рубин успокоить болельщиков дать надежду на год кролика что в следующем году в мае вы вернетесь конечно все от нас зависит в целом последние игры мы показываем разы до этого без этих общих слов мы вернемся казань рубин вернется все можно что-то сказать болельщикам любителям первой лиги болельщикам рубина что его пожелать им в новый год и так далее так далее так далее хочется видеть больше людей на стадионе и мы будем стараться своей игрой в первую очередь показывать чтобы люди больше ходили он больше за нас болели вот и конечно же вернемся пример лигу и там же надеюсь будет больше людей и так друзья рубрика вот эта развязка и посвящена она самому фантастическому сценарию 2022 года нет это не вонючий дом дракона и никакая еще фигня который вы все смотрите это развязка прошлого сезона в первой лиге тогда еще называлась fnl и поговорим мы про нее с нашим коллегой комментатором человеком оркестром сергеем андреевичем курмановым сергей андреевич нашего почтения меня смущает что вот это обращение по имени отчеству у нас среди коллег как-то стало устойчивым за последнее время да это я всем привет смотрите была сумасшедшая развязка в прошлом сезоне и почему у нас в студии появляется серёга курманов и здесь же роман вагин ну роман просто здесь живет у него кресло раскладывается а сергей появляется здесь сериале да конец а сергей появляется здесь не случайно дело в том что эти люди пока я летел в грозный туда-обратно 15 миллионов часов или извинись скажи что это был неправильно на матче последнего тура они работали на так называемый переклички мультикасти как кому удобно это звать это когда сразу шло 9 или 10 матчей и они их все поочередно так или иначе комментировали захватывали и видели все события и могут рассказать ну как оно это было вот обращаясь к вам коллеги ну как оно это было себя начну это было поначалу довольно волнительно поскольку на таком уровне то так реализовать технически все то что мы задумали поначалу было ощущение что могут быть проблемы некоторые с именно показом моментов с большинства матчей кроме того нам с ромой очень повезло поскольку была куча интриг и особенно на верхней части таблицы где не было понятно до конца кто с какого места как куда выходит все это менялось причем с какой-то безумной чистотой особенно ближе к концу соответствующего тайма и может поначалу у нас был настрой такой достаточно но легкий то я думаю что и я и рома со мной согласиться мы уже ближе к концу второго тайма как-то всей этой интригой зарядились и стали сами этим жить непосредственно плюс все равно эмоций было много поскольку ты прекрасно понимал вот это а дальше пауза длительная дальше новый сезон и безусловно это тоже как-то подпитывало эмоциями ну наверное самый забавный момент который был во время всего этого потрясающего символ каста это как раз интервью который брал наш коллега максим лукин в лужниках у артема самсонова который насколько здорово себя проявлял настолько же эмоционально дальше высказывался в том числе не особенно стесняясь выражения в общем это было интересно это было клево было много опасений это было эмоционально и на выходе получился хороший продукт мне очень приятно что я принимал в этом участие чувствовали вы какое-то вот что называется электричество под пятой точкой когда вот разгол и нужно бах и взбадриваться просыпаться и так далее тут момент другой понимаешь электричество это особенно это неизменно любого комментатора который любит что он делает и в особенность когда мы говорим про лигу которая сама по себе такие разряды очень легко поставлять в остальном мы примерно понимали зачем прежде всего стоит следить мы понимали какие интриги как складываются а я помню я роме показал листок с всеми возможными раскладами что будет запланировать не забывали поговорить я просто помню как он сказал мол так ладно в этих дебрях будем пытаться разбираться а в итоге получалось так что второй тайм и все меняется с каждыми там пятью семи минутами и от этого ты уже сам начинаешь быть максимально на электролизованным и с этим проблем не было абсолютно нет события года вот если говорить про в целом 22 в первом дивизионе фнл то вот именно эта развязка безоговорочно надеюсь что в следующем году в мае будет что-то похожее наверняка будет на нашими усилиями создан соответствующий трансляционный фон другое дело что все коллеги услышали это все мы должны все мы обязаны сказать спасибо этому последнему тур потому что если не он то не оценила нашу работу руководство лиги не сказала давайте-ка еще и подкаст важнейшее событие года конечно не выход факела спустя 89 лет в премьер-лигу а развитие главного канала в гиг которые радуют нас многочисленными невероятно какими невероятными какими но обычными ребятами вот выше он уже сделал дома понимал же позу мемами о которых сегодня андрей или нам расскажет рубрика мемы и . андрей или отец в гика да какой боже и русская революция просто нету здесь твои должности поэтому просто посмотрели из андрюх расскажи что ты принес чтобы рассмотреть о чем он говорил вроде вот этого галстука сегодня я принес вам мемы лучше мемы или что-то возбуждается при слове мемы до возбуждается мемы как правильно мемы мемы да вот тоже надо понять ну в прошлом в прошлом в прошлом выпуске в прошлом выпуске я заранее уже эту тему да да мы же за кого-то затравили тебя и меня помнишь я вот давайте за это да не будем обсуждать поехали мемы конечно что принес лучше мемы ах мы бы давай мемы лучшие по большим мемов про фнл за 22 год лучше мы на мой субъективный взгляд и на взгляд подписчиков короче супер давай 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 гонсало и гаоин на просмотре файл казалось бы причем не факел да да но мы-то знаем что факел пробьется в лучшую лигу мира пойдет на повышение да лучше чем тот который гонсало в оригинале смысле в оригинале это да да в оригинале в каком когда он в этот сломался я все слушая меня смотри не удивляет 1434 репоста то есть 1434 человека перерепостил это себе на страницу только они в этом поучаствовали но круто круто чего я смешной мэм это хорошо да ну вот 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 уже не сработало уже не сработало причем ты знаешь а ты знаешь нет подожди подожди посмотри на подпись во первых посмотри на аватарку паблика спартак артурович во вторых прости если вылетел леонид викторович и сейчас из фнл вылетел смотрите я предлагаю уважаемые авторы подкаста чтобы мы тему того как рубина уфа вылетали мы ее обсуждали каждый выпуск напишите там пожалуйста до конца следующего года до двигаемся дальше ну это это все но да это классика это классика тут единственно спартак который может победить зенит и единственное о чем я жалею это то что спартака артуровича нет лучше лиги мира но ты подожди у химок там не все понятно ладно давай серьезно чего ждать 2023 году от гика что будет страницах вашего паблика и что ты можешь всем своим подписчикам всем нашим подписчикам все всем пожелать в этом году ну я думаю что еще больше хамство чуть-чуть натянутых шуток больше меньше я не знаю вот тут надо баланс какой-то некий такой скажем нащупать чтобы количество отписок было побольше чем подписок потому что сейчас как будто бы натянутых шуток стало мало люди стали подписываться что у нас в корне не устраивает ром тебе интересно вот соответственно вот 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 очень долго долго мутно тяжело я хочу уйти итак друзья у нас появляются гости прямиком из ярославля а солнечного летний ярославль да солнечный жаркий ярославль где всегда тепло потому что там вадим валентинович евсеев зажигает и кто эти гости спросят малоопытные зрители мы ответим друзья это артем кулишев один из лидеров шинника в этом году человек который умеет забивать как угодно красиво не красиво вообще как надо по заказу да и голос ярославского спорта голос всего вообще ярославского ты знаешь что когда заезжаешь ярославль на въезде звучит голос да звучит голос игры а это сергей сергей воронин друзья комментатор матча шинника наш коллега наш большой друг привет ребята артем почему я в майке игровой а не ты сразу первый вопрос это его майка ты не у нас экипировки нет уже полгода о как все забрал когда праздновал победы клуба да мне знаешь мне очень нравится что мы по сути не нужны они могут сами пообщаться про про экипировку что-то спросить зачем тут мы парни до шинник порадовал многих в этом сезоне яркими победами над лидерами в том числе и конечно эмоции главного тренера вадим валентиновича евсеева это что-то до дрожи заставляющие иногда пугаться радоваться смеяться у вас какие эмоции когда вы кулишев из раздевалки в воронина не знаю по телефону все это видите наблюдаете у вас эмоции от того как по прежнему молодой футболист тренер в душе футболист в свои 28 вадим валентин всегда молод запрыгивает на стол зажигает команду дает установки общается с болельщиками это для шинника все-таки громкая трансферная победа такое приобретение тренера артем скажу я сергей давай мы тебя за вот это вот за твою режу мы тебя немножко дисквалифицируем и артем пусть все-таки начнет рубрика режу режу артем если честно это вообще всю команду подстегивает не только комментаторов там игроков общем есть шинник наверное ассоциируется с этим главным тренером потому что какую он атмосферу в команду принес мы всегда от него ждем каких таких моментов и до игры во время и после не знаю нас подстегивает мы заряжаемся у нас эмоции намного больше от этого мне кажется это вообще одна из главных причин почему-то хорошо играем особенно дома потому что а ты сам был так так на стол прыгнуть а потом может когда прыгнул потом же убрали уже не было столов тема не было мысли чтобы чтобы евсеев еще увереннее запрыгивал чуть-чуть подпилить ножки стола там я не знаю как-то поставить стульчик чтобы он с него запрыгивал вот не страшно за и все его когда он так залетать обижаете метро да нет за ним общение страшно мне кажется он выход на него с любой ситуации вот не было стола он там придумал кое-что другое манер это не будем просто рассказывать там другие фишки а там люди люди в больницу люди в больницу я подожди артем а почему что что нельзя ну-ка что там было это же самое весело только просто не заснятое хорошо давайте сергея послушаем хорошо вопрос такой артем за сколько за сколько сейчас миллионов евро от сергея воронин ты готов этот раскрыть секрет я нет а у тебя видео есть в телефоне у меня не я не снимаю такие моменты я в эти моменты смеюсь а я смотрю на хитрую улыбку сереге воронина как будто вот он как будто снял он все знает просто нет ребят я конечно раздевалки в это время не присутствую но хотелось бы да беру как правило может флеш интервью после матча либо продолжая комментировать но вадим евсеев это конечно же мотор драйв ярославского шинника зажигает он здорово с комбинаторской позиции я наблюдаю за ним то пиджак снимает да там потрясет то там шапку одноден как я говорю аля там юрий палыч семин но действительно чувствуется тот не безразличие то которое приходит находится внутри вадима и все его он конечно же это команде все передает ну и эмоции все говорят что футбол это эмоции и за это мы его любим конечно слушайте но команда девятом месте вопрос такой артем к тебе прежде всего наверное да какая будет стоять задача на вторую часть сезона чего хочется и какое место будет считать удовлетворительным вот чё бы сейчас прикольно будет 10 скажет 8 9 9 да да нет мы естественно вообще лично я расстроен тем что мы находимся на девятом месте вот даже да потому что как складывались игры большинство игр мы много не набрали но основа это гостевые матчи где мы не выигрываем и все расстроились не только я потому что реально у нас были моменты где мы могли оказаться прям стыка вот и каждый из нас тренерский штаб там игроки после воздушного чемпионата захотят поставить максимальную план максимальная планка мы хотим выиграть в гостях в первую очередь тема почему что не идет в гостях вот подожди вот в ярославле все круто вырвете всех просто уверенно шагаете по сезону а почему в гостях не идет то есть что не так ой знаете как говорится знал бы прикуп жил в сочи и мы тоже самое никогда умеем и мы не знаем как это происходит в общем такие игры бывают русская артем знают артем ты жил по-моему в сочи это роман тут нас путает но смотри артем у тебя сейчас есть уникальная возможность обратиться ко всем командам которые будут принимать вас во второй части сезона и сказать так давайте чтобы мы выиграли нам нужно вот это вот это вот это по списку да нет наоборот пусть они сильнее к нам готовятся могу только так сказать а кайф вот вот это я люблю настоящий тигр да но следующий год год кролика поэтому вопрос такой к сергею и к артему да что то в шиннике главный тигр понятно наверное да и кто главный кролик ну а кролик ну да не знаю валентиночная эра он же высоко прыгнул да на стол и так друзья наша завершающая на сегодня рубрика из хоккея с любовью и мы в ней расскажем про достаточно необычный эксперимент я бы назвал этот ранфер века друзья дело в том что главный тренер тольяттинского окрона евгений колешин пройдет стажировку у игоря ларионова в хоккейном торпедовне так вот гиги колешин говорит следующее хоккей тоже командный вид спорта мне интересно как управляется клуб раздевалка какие акценты делаются как общаются игроки как тренеры управляют игроками которые играют в третьих четвертых звеньях они получают мало игрового времени интересно как это выглядит в хоккей смотри я считаю что это круто для того чтобы во первых мы завершаем все таки сегодня год да мы делаем итоговый выпуск мы делаем его зимой хоккей самый народный зимний вид спорта сейчас где-то дмитрий губернив скажет а но футбол самый что у тебя ноги до пол не встают мне кажется что это очень интересно и мне кажется что смотри все время все говорят стажировку там я проходил у карпина я там проходил у меня футбол хоккей там это банально ну что это 22 сам популярных спорта ну чего футбол керлинг можно еще пройти стажировку нету мне кажется что каркаска персонал риона должна быть здесь преподнесена и продана то что таких людей специалистов которые пора по все повыигрывали в мировом хоккей на топор у них единицы конечно у таких ребят ребят ну вот колешин сейчас учиться не зазорно может колешин поучившись вообще нихера не выиграть но сам факт того что ты ешь к лариону а не кому-то это круто ну а смотри нам задают здесь редакторы правильные вопросы в нашей верстачке чему может колешин после стажировки научиться и привнести в окрон стали же люди да ну ка давай перечислим так научит защитников отправлять соперников рекламный борт купит команде ракушки с моря в смысле которые из турции слушать наденет вратарю краги и шлем краги правильно прочитал краги краги до края конечно будет менять состав пятерками будет называть джозе мауриньо йозе марино уедет в сша или вариант виду ведущих ведущий ваш вариант пожалуйста мне нравится про юзе марино согласен мне нравится по состав пятерками менять в общем друзья мы подводили итоги года что-то упомянули что-то забыли сказать я думаю что все еще наговорим потому что это не финальный выпуск этого года впереди у нас еще будет большая новогодняя программа будет немного всего интересного ссылка внимание ссылка на меня сейчас ссылка на скачивание видосов и мемов внутри уже подписанной файлы и чтепи писи диск яндекс ру слэш дпп 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 мы не смотрим а то нам будет неинтересно спасибо вот она